Кто станет новым мэром, объявят в ближайшее время. В Думе Владивостока состоялся второй заключительный этап конкурса на замещение должности главы города. Напомним, во второй тур вышли шесть кандидатов. Максим Белобородов, Константин Вадзинский, Алексей Коновалов, Руслан Красовский, Екатерина Лысенкова и Константин Шестаков. Кандидаты представили конкурсной комиссии свое видение развития Владивостока. Так, например, Алексей Коновалов решил, цитата, «раскрывать потенциал географического положения Дальневосточной столицы». Он отметил, что необходимо расширять город в сторону Артема и осваивать краевые средства. Явлечительный житель на Новосроке на внимание обращено на развитие города последние десятилетия. В частности, дороги, паспортные, структуру, автомобильные развязки, пешеходные зоны и освещение центральных улиц. Культурное пространство, парки, даже музеи. Социальное обслуживание детских садов, школы, клиники, муно-профессиональные, в центре. Получается, у нас экономическое развитие товаров. Единственная в этом списке женщина-кандидат Екатерина Лысенкова призвала давать людям реалистичные обещания и выступила за оптимизацию органов управления. В последнем на вопросы комиссии отвечал исполняющий обязанности главы города Константин Шестаков. Определил три приоритетных ветви работы на ближайшую пятилетку «Город для человека», «Комфортная среда» и «Экономика». Первая включает все направления, необходимые для самореализации. Это образование, здоровье и спорт и социальные проекты. Он также рассказал о стратегии развития транспорта, общественных пространств, строительстве и реконструкции дорог и транспортных развязок. Комиссия дала оценку профессиональным и личностным качествам кандидатов, их умениям и знаниям. Часть кандидатов это был такой селф-промоушен, такой пиар. Для другого кандидата, и он об этом не скрывая говорил, это просто политическая игра. Два очевидных лидера, два очевидно компетентных и опытных человека. Безусловно, они радикально разные по уровню знаний, компетенций и возможностей своих, но оба неравнодушны, оба горят желанием изменить город Владивосток к лучшему. Посмотрим на решение Думы. Я лично голосовал за Шестакова и Лосенкова, поскольку выразил свое мнение о том, чем они могут быть ценны для нас с вами, для жителей города Владивостока. Кто займет пост мэра, станет известно 29 июля. Ирина Шилина, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.